Без башни В шутку любили, а мы их всерьез Оставим все споры и заботы за первым речным поворотом Иванов Ощущение полета и высохших слез Но я очень сильно переживаю переезд в полторы тысячи километров Я просто не представляю, где я буду искать место, чтобы уснуть в этом автобусе Оставим все споры и заботы за первым речным поворотом Иванов Ощущение полета и слез Сюда мы ехали 7 часов с города Новосибирска И далее мы поедем еще километров 600 до реки Пусть смерть от скалы угрохочет, пусть речка Ни моря, ни сочи, пусть кто-то понять нас не хочет Все это здорово, дурак Он не поймет и не спросит, куда нас С потоком уносит, а за поворотом нас ждет другой поворот Дурак, он не поймет и не спросит, куда нас С потоком уносит, а за поворотом нас ждет поворот Без башни С точки зрения обывателя, конечно, это экстрим. С моей точки зрения это норма. Уже много лет. В прошлом году впервые мы заявили стать чемпионами России за прохождение карагемского прорыва. И мне почему-то захотелось, чтобы поднять уровень, подтянуть под свой и доказать, что это возможно. Возможно это все и для других ребят. Мешиться на проведение соревнований в каньоне такой сложности очень непросто. Такой человек есть. Провоторов Александр, который неоднократно проводил сложнейшие проекты, иногда на грани. Почти авантюры. Его действия вызывали бурную неоднозначную реакцию. Так нельзя. Это за гранью допустимого риска. Возможно. Как оправдать тот случай в карагемском прорыве, когда порванный бублик не оставил славяну последней надежды? Но можно сказать и по-другому. Первопроходцы шли Можой 21 день. А сегодня на этих порогах за два дня десяток команд одновременно может показать такой уровень мастерства. На реке Чуя, на самом сложном ее участке, в Можойском каскаде, на участке шестой категории сложности, проводятся соревнования Можой-рали. Они уже имеют статус всероссийских соревнований и проводятся уже в третий раз. Допускаются сюда участники, которые имеют опыт прохождения как минимум походов в пятой категории сложности. И они здесь находятся в реальных туристических условиях. Стоп-кадр. Последняя подкачка баллонов, наден гидрокостюм, взгляд напарника. Теперь разговор ведет река. Но это будет разговор на равном. В соревнованиях участвует девять команд. Это ребята из Санкт-Петербурга, из Перми, Екатеринбурга, Томска, Башкирии. Естественно, выставлены две команды от Республики Алтай. Наиболее сильные команды, которые, в принципе, на двух соревнованиях последних занимали первые места в командном зачете. На соревнованиях Можой-рали в основном выступают спортсмены, имеющие квалификацию кандидатов в мастера спорта и мастера спорта. Можойский каскад представляет собой практически каньон с крутыми скальными стенами. Перед тем, как начать соревнования, у нас первый день дистанция такая на порогах шестой категории сложности. Там несколько порогов, это Малыш, Гулькин Нос, Зайсан, на которых участники показывают, на что они способны. Экспертная комиссия оценивает, можно ли эту команду допустить, этот экипаж, до участия в соревнованиях, либо нет. Если говорить по прошлым годам, то несколько экипажей были действительно сняты с соревнований и не допущены. У Можойских соревнований есть одна особенность, которая придает им особую остроту, позволяет поставить на очень высокий уровень. Препятствия на реке не надо обозначать вешками, они и без этого в высшей степени сложности. Допуск на трассу лежит через квалификацию. Отдельный этап соревнований по перевороту и спасению судна и экипажа на пороге пятой категории. Прошедшему этот отбор организаторы предоставляют право идти 20 километров каньона, переворачиваться самому, спасать себя и свою лодку, снова идти и дойти до финиша. Спасателей на всех порогах не поставишь. Это твоя зона ответственности. Мы прошли Можой. Так скромно и с достоинством может сказать далеко не каждый водник. Наши ребята прошли его дважды. Сказать, что мы полностью готовы ко всем порогам, нет, мы рассказать про себя не можем. Это такая ситуация в водном туризме. Часто люди получают шок, у них идет на дном, и потом на этого человека можно... Он хороший человек, но положиться на него в критической ситуации очень сложно. Потому что у него он опять может попасть в шоковое состояние и не выловить, не помочь. Он может просто растеряться. Доли секунды растеряется, и все, он может потерять другого человека. То есть, естественно, команду отбиралось. Те люди, которые в таком уже прошли шоковое состояние, они сюда не попали, в эту команду. Потому что в этой команде попали люди те, у которых есть большой запас надежности. Река очень сложная, и здесь зависит все от случая. Как вы знаете, в горных речках вода идет пульсирующими, то есть напорами, порциями по каньону. И возможно, что даже экипаж и сильный, но попадая вот с течения времени, и вот этот пульс, может потерпеть неудачу. Он говорит, что слабых команд здесь практически нет. Здесь очень серьезные представители, очень серьезные команды. Основа слаломной техники закладывается на самой маленькой лодке – кайке. Именно ему достались самые почетные медали и звания за прохождение самых сложных рек мира. Водник, прошедший школу кайка, способен управлять судном любой конструкции, работать с полуслово в любом экипаже, на реке любой сложности. Это признак профессионального уровня подготовки спортсмена. Кайками в прямой линии проблемы очень серьезные, как бы спорт вымирает потихоньку. Но остается старая школа, люди занимаются, пытаются учить. Учебные пособия – это видео вот этих других профессиональных грибцов. Друзья, с грибным слаломом надо что-то срочно делать. Необходимо восстановить спортивные сборы, тренировки, соревнования, проводить походы комплексных групп с участием кайков. Без башни. Происшествие у нас было небольшое, на Коварном, порог в Мажорском каскаде. Слив, наша двойка заходит на слив хорошо. Достаточно было полгрибка Сашки, чтобы двойку зацепило за скалу, и двойка полетела вниз уже лагом. В это время вышли, вместе вроде бы поднялись, вышли из воды в катамаране. Начало Дениск утопить. Он ушел, буквально какие-то секунды, вторая отрезка нету. Мы, в общем-то, перепугались на берегу. Наверху только один Сашка. Конечно, ситуация такая, что дальше идет следом, сразу следующий порог, и очень серьезный. Конечно, тут у нас работало то, что у нас выброски были рядышком, были дальше. Но выброска тоже ничего не решает. Конечно, ситуация такая тяжелая. Одна надежда была на то, что у нас мальчишки тренированные. А если случится такое на гребне, останутся двое, и жизнь полетит головою меж скал в никуда. Я сразу и думать не надо за друга, что выплывет рядом и руку, и душу, и сердце отдам. Приключения катамарана двойки проходили особенно экстремально. Ребята приехали с катамараном, конструктивно не рассчитанным на такой уровень препятствий. Целый день. Аверкиль за аверкилем. Очень много затратили сил. Вся команда перенервничала. Это не шутки. Назавтра от Анатолия Кулика получили на прокат новую машину. И в итоге пятое место. Ну и опыт приобрели. Просто неоценимый. Это что-то. Никто не шел в президиум. Один бешеный Владивосток, безвашний, прошел в президиум. Хорошо прошли. Немножечко, правда, на плиту попали. Не совсем выдержали, но зато красиво вышли из порога. Впечатлений масса. А двойка наша через петуха летела вообще сверху. Как птицы летали. Ну тоже молодцы. Все кричали им, что они просто супер, потому что сами поднялись, сами встали. Еще раз кельнулись, еще раз встали. Пацаны вообще прелесть. Молодцы. Ой, речка, конечно, да. Хорошо, вода средняя, нам повезло. Была бы больше, наверное, бы мы не пошли. А так нам просто повезло. Тетка, все прошли, что хотели, все сделали. Жесткий каскад. Это просто супер. Мы прошли его вместе с Томском и Омском в связке. Когда один порог следует за другим, и ты рюхаешься, даже не знаешь, что там будет. Ты смотришь просто, как предыдущий кат шел, и пытаешься следовать той же линии движения. Это просто великолепно, когда идешь вместе с другой группой, которая проходила здесь уже 11 раз, когда все друг друга страхуют именно с воды. Это новая тактика, и она мне очень понравилась. Она очень, я бы сказал так, полезная и очень рациональная. Они стартовали третьим стартовым номером. Впереди шли горнолтайцы, те показывали более отменную технику. И голова прижата, и не табанили. Шли из последних здесь по прямой уже. Ломили как могли. Будем надеяться, что пришли не... По месту не меньше, чем были на первом этапе. Ну, в общем, я думал, что гонки дляться меньше. А, в одном пороге нас четко вообще... А, где мы? Одна гондола вот так встала. Вот прям вертикально почти, Дэна. А, где? Мы сито прошли, мы сито прошли. Вер. Мы это сделали! В котором вчера два ката положила, и Джека кат положила. Руку выбила. Мы, короче... Мы в нас верили, мы так верили. Вообще, сито мы прошли офигительно. Катамаран. Спасибо, он нас вот так попал. Вот так тут, на тюрьме я гондола позрался. А, теперь. Опа! Я шкалашу станцию. Страх отступает перед этим. Бояться нельзя. Тогда точно умрешь. Бояться в этом случае. Конечно, глупо, я скажу, что я никто, если я не боюсь, но... Каждый человек испытывает чувство страха. Но в такой ситуации нельзя. Перед? Перед, да. Перед тем, как идти, чувство страха есть. А в момент нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дима